Народ, всем привет! С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. Ольга Романова, Наташа. Привет! Знаете, сегодня у нас такой необычный контент, никогда такое не делали, никогда никого не осуждали. В предыдущем видео, которое вы смотрели пару недель назад, мы рассказали вам об Удах и удивительном недорогом бренде Латафа. Бренд, который основан в Арабских Эмиратах, да, по крайней мере, мы нашли его в Арабских Эмиратах, и он нас немножко так очаровал. А вот потом Наташа, которая вообще как бы очень любит сидеть в интернете, находить парфюмы, распродажи и, в общем, всю информацию по парфюмерии, и бренда нашла такую информацию, что это просто, мы не можем не снять сегодня контент, разоблачение бренда. Вот, ставим Латафочку, ставим Латафу. Эти два Удика у нас уже были на обзорочке. Сегодня вы смотрели это видео, мальчик какого-то фига кидает нам подушечки, он не понимает, что мы снимаем видосик, ушел, все. Нам накидали подушечек, а сейчас мальчик подходит, начинает нам кидать подушки. Ну, надо, чтобы подушки лежали, а все равно в это время, когда люди стали снимать видео, ну, в другое время нельзя положить. Так вот, мои хорошие, Наташа, расскажи, пожалуйста, вообще, вот, как ты нашла этот бренд, сколько он стоит здесь, мы упоминали, сколько он стоит в Европе, ты сейчас расскажешь. Ага, значит, как нашла, опять же, Лена подсказала, говорит, Наташа, а ты знаешь такой бренд Латафа, это эмиратский бренд, и он совершенно-совершенно бюджетный. Я говорю, нет, не знаю, посмотрю. Посмотрела я на одном из сайтов и увидела, что, в принципе, там где-то вариантов было до 30, и если их все вместе заказать и купить, то это будет где-то 400 с чем-то дирхам, в принципе, да? Чуть больше 100 долларов. То есть купить два флакона 200 плюс 200 и плюс там, и либо там 30 этой Латафы, ну, думаю, ну, как-то странно это покупать. Но, тем не менее, Лена сказала, что действительно он, в принципе, бюджетный, но достойный бренд. И вот, когда мы заказывали другие духи, мы заказали эти. Значит, что в плане разоблачения, что мы имеем в виду? Поэтому мы сегодня очки одели. Да, мы такие. Разоблачение. Солнце с разоблачением. Значит, я посмотрела про этот бренд, есть у них официальный сайт, и начала смотреть духи, ну, что они представляют собой. И искала, искала, и тут смотрю, и как бы, ну, я это уже где-то видела. Даже названия какие-то интересные, странные. И начала понимать, что вот та насмотренность, которая, в принципе, те духи, которых у меня, в принципе, нет, ни в коллекции никогда не были. Ну, то, что я их видела, в принципе, баночки, названия. И мы сделали для этого калаш. Да, Наташа сделала фотографию Латафы, она будет справа. И дальше фотографию бренда, она будет слева, и мы вам все озвучим. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте комментировать, ну, хоть плюсик поставьте в комментах, мы вам будем благодарны. И начинаем смотреть. Ну, вот смотрите, всегда мы будем ставить Латафу справа, а другие бренды слева. Вот просто внимательно посмотрите не на коробочку, не на бутылочку, а на надпись, на красную полосу, на полосу ниже, на белую. Вот почему, почему так сделано? Не знаю. Красок других видела нет. Да, краски закончили. Полосы чуть других нет. Вот следующий аромат смотрим. Энджел от Терри Муглер. Ну, вот как бы и справа же от него Энджелу, вот и бутылочка, и коробочка. Ну, практически один в один. Энджело? Энджело. Еще и Мэн, да? Энджело Муглеро от Латафа. Ну, вот смотрим, боец в левом углу Версачи. Прошу прощения, в правом Вентура. И коробочка, и бутылочка, ну, вообще просто один в один. Это что-то такое вот вдохновление посетило сильно, да? Да, но бутылочка не очень, а вот коробочка, стиль оформления бутылки, этот меандр или что идет по вот краям, и на коробке там идет. А бутылочка, ну, ладно, они крышечку поменяли цвет, но немножко оформили. Ну, Вентура, а этот как? Версачи Эрос, а этот Ариес. Вентура Ариес, то есть Эрос пошел в Ариес. Ну, пускай идет. Ну, что я уверена, скорее всего, к картону претензий нет. Нет, картон замечательный. В левом углу Ут из Фахан, в правом Ут Азури. Ну, по-моему, тут вообще как бы, ну, две белые коробочки, две каких-то вот розовых бутылочки с черным колпачком. Ну, неужели нельзя было на правую коробочку латафи нанести какие-нибудь розовые точечки, чтобы хотя бы как-то отличать ее от оригинала? Ну, так ты же еще скажи, что в левом углу это Кристиан Диор, на секундочку. Да, то есть как-то вот... Посмотри, а на крышке у латафы тоже даже есть вот горизонтальные полосы. Я думала, даже нет их, нет, даже тут они не... Тут они совсем вот переодохновлялись чуть-чуть, да, вот капельку. Ну, а тут и вдохновляться нечего. Простота, лаконичность. Поздравляем. Ну, это мой просто один из любимейших парфюмов от Диор Саваж. Он же с правой стороны Вояж. Ну, честно, вот я фигею. Аж-аш. Саваж Вояж. Коробочка, бутылочка, название даже звучит так же. Теперь у меня как бы возникло какое-то впечатление. Может, они специально это делают? Я не знаю. Ну, как можно вот так вот конкретно? И тоже, смотри, на крышки эти горизонтальные полосы сделали. Ну, это тоже надо... Ну, конечно, у Диора они рельефнее, да? А Вояж не очень заморочился этим. Ну, что морочиться взяли? Слушай, а что мы так думаем? А может быть, Вояж был первым от Саважа? Почему я так не уверена? Не уверена, да? Ну, кто у нас следующий? Снова Версачи, Брайт Кристалл против Версе, Брайт Кристалл. Ну, как бы немножко игра слов в названии бренда Версачи. Переделали в Версе, а Брайт Кристалл оставили и коробочка такая. Вот здесь хотя бы пятнышки в коробочке поставили уже. Уже хотя бы как-то люди поработали. Да? Ну, как это дешевенько, кажется. Вот тут как раз перебор с этими сеточкой, непонятно что. Ну, флакон не очень похож, но Брайт Кристалл, Верси... Название Брайт Кристалл похоже. Ребят. Лучше вам не креативить. То есть, когда не... Лучше берите так. Ну, а здесь вообще как-то уже бессовестно, прошу прощения. Армани Кот, Блэк Кот, коробочка, бутылочка. Ну, ребята, ну, что-то как-то уж совсем все печально. Ну, да. Флакон в такой форме песочных часов очень... Хотя у меня нет практически ни одного этого флакона, но они очень узнаваемы, на самом деле. Ну, те, кто как бы интересуется, видят. А, кстати, вот эта надпись справа Кот, да, четыре буквы по... Ну, как квадратик. У кого-то это тоже было. То ли у Ивсен Лоран кто-то делает так. Ну, не знаю. Ну, если вдруг знаете, пишите в комментах, пожалуйста. Нам будет интересно. Ну, а сейчас смотрим в левом углу Олимпия от Пакарабан с чудесными белыми крылышками, с красивой ленточкой, да. И с правой стороны Энджел от Латафы. Крылышки они хотя бы чуть-чуть просветили уже. Но коробочка же такого же розового-бежевого цвета. То есть, ну, как-то... А ленточка тоже самая. Ну, или ленточка такая же. Немножко выпуклая, да? Ну, да. Но когда вот у Аниверсачи покреативили коробочку в пятнышках, то как-то вообще было не было. Ну, крылья Пакарабана настолько узнаваемы, как и эти крылья Виктория Сикретс. Когда идут модели Виктория Сикретс с крыльями такими ангеловскими. Получается, что такое? Вот они специально это делают? Ну, а как же? Чтобы покупали, узнавали. Ну, наверное, не знаю. You are my destiny, спёрли у Данхила. Ты знаешь творчество Пола Анки? Нет, не знаю. Нет, ну как это? Ты же пропела песни практически. Посмотри только на эти буковки, торчащие вверху. Боже мой! Честная в шоке. Они, интересно, открывали словарь на букву Д и искали, какие-нибудь, да, вот названия, которые начинаются на Д, и можно ещё отвести вверх хоть одну чёрточку от буквы. А чего бы они ещё от Н бы отвели? Ну, не знаю, надо их замечание сделать, ребят, не доработали. Мало, мало, не дожали, да? Ну и последний в нашей дискотеке сегодня Black Opium от Yves Saint Laurent, и там что-то такое Эденуар, но вот кружочек очень похож, да, такой розовый кружочек, надпись в чёрном и чёрная обводочка на кружочке. Похоже. Но мне ещё, кстати, флакон латафы, вот справа, что-то напоминает. То ли от Армани, Си, может быть, ну вот какая-то вытянутая форма. Но это, может быть, я уже, конечно, придумываю себе. Ну, а вдруг, может быть, кому-то из вас что-то напоминает? Напишите, пожалуйста. В общем, пишите в комментах, да. Потренируйте свою наблюдательность. Как вам такие интересные разоблачения? И лайк не забудьте поставить. Ребята, такая новость. Новое приложение Badge или Beagle, читайте по ссылочке в закреплённом комментарии, поможет путешественникам зарабатывать деньги. А те, кто нуждается в передаче документов, вещей, парфюмерии за небольшие деньги, через путешественников, также можете это сделать. Снова-таки, пожалуйста, по ссылочке в закреплённом комментарии, внимательно читайте условия, отправляйте свои вещи за небольшие деньги, а путешественники зарабатывайте на этом. Ну, вот мы и посмотрели вот этот прекрасный вот обзор. Как вам вообще было? Расскажите, ну, как можно так в Эмиратах, в наглую, слимонивать чужие бренды? Я даже вот понять не могу. Шестой год в Эмиратах. Перевдохновились, очень перевдохновились. Ну, по моему мнению, это как-то странно. На самом деле, есть вот такое, у арабских брендов сложилась за ними такая слава, на самом деле, не очень хорошая, я считаю, что они вдохновляются ароматами, то есть берут и переделывают аромат, то есть нечто похожее на какие-то знаменитые. Ну, нет, не ладно аромат, это тоже. Ну, а когда вот действительно флакон имитируют, имитируют коробку, ну зачем? Зачем? Надпись, зачем, я не понимаю. У них настолько это, есть свое уникальное, свой уникальный почерк, свой уникальный стиль. Да, тут же Ахмат Эль Магриби старается делать как-то. Да, сама Латафа, у них прекрасный есть, даже вот эти, если мы сейчас откроем, посмотрим, в принципе, тоже тут есть, конечно, сравнить. Но, тем не менее, зачем это делать, я не понимаю. Вот, честно, я не понимаю. То есть не хватает фантазии, не хватает художников, чего-то не хватает. Ну, денег вроде хватает, потому что в Европе, Наташа сейчас озвучит цены вообще-то, в Европе, если мы купили за 7 долларов и за 8 долларов, Наташа нашла, что в Европе они стоят 21 евро и 28 евро. Нет, 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 под 26, вот этот вот аромат. Евро, 26 евро, ребята? Да, 26 евро, и это Берлин. В Берлине, да, сайт. Докупить эти духи. Да, да, в Берлине. Если 7-8 долларов в Эмиратах, в Берлине 26 евро. 26 евро. 26 евро, это за что вообще? Это в три раза где-то больше, да? Может, смеялись, может, за перелет и за визу? Не, ну, с другой стороны, знаешь, я по-другому как бы немного подумала, что с одной стороны привезти, да, поставить в магазин, если это магазин реальный, да, оффлайн прийти человек может, сделать рекламу, на сайт нести, человеку заплатить за работу продавцу минимум одному, за свет, за воду, за аренду. Здесь же тоже все это есть. Так вот, и продавец, и аренда, свет, и его, да. А теперь к цене вопроса, а сколько же вот цена реально... Наверное, вообще доллар цена. И то за картон ушло все. Вот интересно просто. Это просто у меня действительно ввело вопрос, а вот сколько же цена всему этому? Да, я понимаю масштаб производства, масштаб продажи, но реальная цена вообще, в принципе, парфюмерии. Вот обзор на эти духи, в принципе, мы уже делали в прошлых видео. Мы стараемся делать, ну, не часто, раз в две недели, раз в месяц, поскольку парфюмерии немножко больше, чем вообще всех достопримечательностей в Ильяне. Мы сейчас в Ильяне, сейчас жарко, мы уже выезжать никуда не будем. Скажу вам по секрету, сейчас конец марта, а видео вы, скорее всего, увидите в апреле или даже в мае. Но сейчас жара такая, друзья мои, мы пришли сюда без чего-то опять, чтобы сделать вам видео. Мы сидим, мы просто... Мне кажется, мы плавимся. Мы течем, мы плавимся. Тут, наверное, градусов 40-45. Солнце очень яркое, и сегодня реально жарит. Но когда вышли, мы уже вспотели. Но это не останавливает нас от классных видео, классных разоблачений. Всегда рады стараться. Вас снова просим поставить лайк, не забудьте подписаться, ну и комменты напишите-то, как вам видео про разоблачения-то.